ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЫЩИКА СИМОФОРЫЧА ДЕЛО НОМЕР ВОСЕМНАДЦИТ ЦИРК Шерлок Симофорыч, хорошо, что вы на месте. Вчера, недалеко от нашей станции, машинист электрички видел девочку. Прогуливалась прямо по путям. Почему не сообщили вчера? Да там у них путаница какая-то вышла. Машинист не смог сразу связаться с дежурным, ночью дежурный нас не стал беспокоить. Где это было, узнали? В Березовой роще, недалеко от просеки и переезда. Стрелка Сименовна, вы расспросили машиниста? Нужны приметы. Приметы самые обычные и необычные. Это как? Ну, посудите сами. Девочка лет семи, курточка, блестящая синенькая юбочка, ленточка в косе. Хм, и что необычного? Так она дорогу-то и не переходила. И не совсем, так сказать, гуляла. Гуляла или не переходила? Шерлок Симофорыч, машинист говорит, что она шла по путям. Да-да, именно, шла. И руки в стороны держала. А ведь недалеко же тропинка протоптана. Зачем и куда идти по путям? Вы что-нибудь понимаете? Пока нет, но вы были на месте происшествия? Да. Улики. Какие улики вы обнаружили? О, вот тут загадка. В том месте, где видели девочку, я нашла три большущие шишки и одну длинную-предлинную палку. И что вас удивляет? Шишки. Ведь там вокруг растут одни березы. И палка длинная. У меня примерно такая же была, когда я легкой атлетикой занималась. Ну, прыгала с шестом в высоту. Значит, говорите руки в стороны. Так, мне все ясно. Вы знаете, кто эта девочка? Ну, имени пока не знаю, но... Что вы делаете? Смотрю, когда начинается цирковое представление, в нашем школьном цирковом кружке. Мы идем в цирк? А расследование? Железнодорожный детектив. Или приключения сыщика Симафорыча. Вот молодцы, даже программку сделали. Смотрите, клоун, гимнаст, дрессировщик Мейн-Куна. Позвольте. Так, а пойдемте-ка за кулисы. Ну, то есть за сцену. Я вас с Любой Белецкой познакомлю. Это ваша родственница? Она сегодня выступает? А в каком номере? А вот и она. Люба? Да, это я. Мы, конечно, еще не видели твой номер, но надеюсь, ты понимаешь, что так поступать нельзя. Нельзя гулять и тем более репетировать там, где ходят поезда. Так это ты, девочка, что гуляла по путям? Я не гуляла, я хотела. Я как раз закончила жонглировать и только начала отрабатывать эквилибристику, как тут этот поезд. Я испугалась и убежала. Люба, нельзя играть на железной дороге. Можно упасть, удариться, везде металлические детали, камни. А если поезд стукнет? Я больше никогда не пойду заниматься на железной дороге. Даешь слово? Даю. Ваш чай, Шерлок Симафорыч. Спасибо, Стрелка Семенна. Объяснять ход ваших мыслей не надо. Я догадалась сама. Ну что ж, расскажите. Шишки Люба принесла с собой, чтобы тренироваться и межонглировать. Палка – это балансир. С такими ходят по канату эквилибристы. Люба же занимается в цирковом кружке эквилибристикой. Это такое искусство удерживать равновесие. Но где взять канат? Вот Люба и придумала ходить по рельсу, тренируя это самое равновесие. Естественно, раскинув руки, чтобы не упасть. Стрелка Семенна, гениально. Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симафорыча. Продолжение следует.